Всем привет, друзья! Давайте посмотрим, какие... Многие задают вопрос, какие препятствия мешают, допустим, найти какую-то высокооплачиваемую работу или продвинуться по карьерной лестнице. Давайте вот возьмем сегодня карьерная лестница. Что вам мешает? Вы думайте каждый о себе, а я буду потасу карты и буду раскладывать их. Кто со мной не знаком? Я Марго Скоробей, канал Ярофант. Добро пожаловать вас всех на наш канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки как благодарность, минимальную благодарность высшим силам за то, что они нам помогают. И обязательно, обязательно пишите свои комментарии, у кого как проигрываются расклады. Если вам интересны какие-то более глобальные, тоже пишите в комментариях, на какие темы вам все это интересно. Под каждым моим видео есть ссылочки для связи со мной. Если вам нужно узнать свою формулу души, тоже связывайтесь со мной обязательно. У меня есть, посмотрите внимательно, у меня есть плейлист, астропсихология называется, где я вам рассказываю о каких-то известных личностях. И вот эти личности, на примере их, вы будете видеть, как я провожу консультации, какую информацию я вытаскиваю. Итак, давайте посмотрим, чтобы нам было красиво все видно, мои друзья. Итак, и завершать будем. Итак, мы говорили, что мешает, да, как бы, что мешает. Ну, смотрите, что у нас здесь идет. Так, немножечко вот так сделаем, чтобы было больше видно карта. Вот так. Итак, смотрим с вами, друзья. Тройка скипетров. Прекрасная карта. Прекрасный аркан. Младший аркан, но он прекрасен. Девятка кубков. Здесь у нас десятка скипетров. Смотрите, великолепная карта. Четверка пентаклей. Солнце. У нас старший аркан. Вот здесь у нас вышел, видите. Семерка пентаклей. И паш скипетров. Вот так мы его положим. Значит, читаем расклад. Мы говорили о том, что может вам мешать. Значит, смотрите, что у нас остается, как бы, под ногами, да. То, что нам уже не нужно. К чему мы идем. Здесь у вас дана всякая перспектива. И это паш скипетров говорит о том, что здесь нет препятствий. Кстати, в этом раскладе нет препятствий. Значит, мы его с вами толкуем по-другому, да. То есть, наоборот, что вам поможет в осуществлении или переходу на новый социальный уровень и росту вашей карьерной лестницы. Смотрите, паш скипетров, это прекрасная карта. И эта карта говорит о предчувствии, предчувствии новых социальных каких-то перемен. Семерка, давайте будем читать дальше. Да, четверка пентаклей. Четверка пентаклей. Эта карта, очень интересная карта. И эта карта говорит, что на данный момент, вот прямо сейчас, да, у вас как бы минимум ресурсов, да, ресурсов и энергии. То есть, у вас нет сил и средств. Но неважно. Буквально в течение недели, где-то к концу недели, вот это начиная от момента, когда вы нашли это видео, отсчитываете там пять дней, у вас приходит старший аркан солнца. Это аркан реализации, это аркан радости, это когда ваша индивидуальная программа соединяется с глобальной программой. То есть, эта карта говорит, что вы будете счастливы, вы вот-вот уже нашли свое место под солнцем. Ваши знания, умения, навыки востребованы социумом. Вы получаете максимум удовольствий от собственной реализации. Ваша карма плюсуется, и в отношениях вас также ждет эта любовь, это творчество и счастье. Семерка Пентакли, это у нас карта тоже денег, это карта ресурса, и эта карта нам говорит о материальном изобилии. Посмотрите, все у вас вот здесь, и к чему все это дело стремится. Посмотрите, то, что сейчас, во что вы вкладываетесь, по тройке скипетров. Смотрите, эта карта предвещает вам, говорит вам о том, что ваши вложения не будут напрасны. Это удачное какое-то социальное предприятие, и это удачное вложение сил и средств во что-то. Допустим, вы купили какой-то тренинг, да, или вложили деньги еще в какое-то обучение. Неважно, во что бы вы ни вложились, это ваш штатус повышается социальный и будет повышаться дальше вместе с вашим ростом, да, и духовным, и по социальной лестнице. То есть, удачное вложение сил и средств в действительность, да, в социальную действительность. Следующая карта – это вообще слияние вас и слияние божественного. Эта карта говорит о такой, знаете, божественной возвышенной любви. Это вселенская любовь, вот эта карта вселенской, вселенской любви, это такой высший пилотаж. Карта очень действительно красивая, это такой высший пилотаж в сфере чувств, эмоций, вашего эмоционального мира. То есть, эта карта приходит после восьмерки кубков. То есть, на восьмерке кубков вы научились принимать любые эмоции, не делить их на плохие и на хорошие. Все эмоции хороши. И теперь ты познаешь, что такое любовь Бога к людям и к миру. И твое сердце переполняется безграничной любовью. Вот так вот, друзья. Ну и завершение десятка скипетров. Это карта социума. И опять-таки, эта карта у нас говорит о том, что вот у вас уже переход на новый социальный уровень. И у каждого человека это десятка своя. Говорит о том, что вот ты поработал на славу, то, что ты теперь получаешь, это твое детище. И социальная схема, в которую ты вписываешься, она соответствует, отвечает всем твоим желаниям и требованиям. И тебе не просто комфортно, как на шестерочке скипетров, а более статусно, более круче, я бы сказала. Здесь нет границ, рамок каких-то. Это предел ваших мечтаний. Хотя вы можете этого не осознавать, друзья. То есть, вообще, десятка, она завершает эволюцию скипетров в жизни человека. И человек здесь, как бы, получает заслуженный отдых. Можно здесь расслабиться и пожинать плоды своего труда. Это может быть новая квартира, новый дом, новое жилище для кого-то. А для кого-то и новые отношения, новый брак. Ну, вот так вот, друзья, получился у нас вот такой расклад. Поэтому прогноз очень хорош. Пишите комментарии, благодарите высшие силы. И во благо, пусть все задуманное для вас будет исполнено. А я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Подписываемся, не забываем. Всего вам доброго мира, гармонии, любви и тепла вашим сердцам.